Пизда не может быть широкая, пизда у всех почти одинаковая. Это писька маленькая. Даже когда женщины рожают, у них же потом вот такое вот дупло не остаётся. Оно потом вот превращается вот в такое вот маленькое. Просто растягивается. Это, это, это не женские проблемы, если что. Это просто какая-то маленькая пипирка, и поэтому туда в воздух ходит, короче. Зачем я ей это говорю? Ладно. Нет желания проходить старые, добрые, не очень игры на стрима. На стриме в смысле? Так, ну вот Вика и не играет. Например, какие? Можно настроить стрим на правильное настроение, чтобы у ребят стэки появились, да и стримерша помокрела. Вот представьте, что вы сейчас залезаете Викусе под стол и начинаете целовать её писю, облизываете её сосочки. Она постановит прикусывает свои губки. Эх. Ну, я думаю, чат настроен, и я настроена. Вот они прям жёлтые, вот здесь вот. Хз, я их просто... А, вот здесь вот, вот здесь уже нет, ну как бы... Тут нет клея. Здесь они не должны были желтеть, здесь нет клея, это не клей. Но здесь просто швы. Короче, когда Вика сикала на улице после Рэйва, попала на кеды. Да, да, да. Кнок-кнок. Бля, щас, щас будут играть. Всё, ничего? Всё? Это всё? Я думала, щас, блядь, скример будет. Щас скример будет. Щас скример будет. АААА! Уаух! Аххахаха Так лучше voltage the average on the screen Это нифига не лучше, я вообще засвеченная посмотрите на меня вот сейчас Посмотрите Tw first yes Ай Хормальный план Бля Можно еще разок? Хорошо Давай еще разок Добрый пизда Иди нахуй Я лучший в мире просто Я лучший в мире, а ты хуй, блядь Я пахну в мире Я не могу Ты не мать Мишки, давай Мишки, давай Вы же все Вы все Вы все Супы Хи-хи, найс Супы Деревый пизда Супер Деревый пизда Кровать Деревый пизда Кровать Деревый пизда Раз мы заговорили про пытки Мне сейчас только в голову пришла забавная идея Было бы прикольно привязать их к кровати Очень плохо, ебаша. Ммм, было бы очень плохо. Очень плохо. Привет, Киса. Мне очень нравятся твои стримы. Можешь послать воздушный поцелуй. Меньше, чем три. Справа, справа. Ну, вот так всегда. Всё. Я тебя не буду, короче, в чате. Буду просто слушать. Они стучат из-за того, что ты ночью орала громко. Ну, ты поняла, да? Понятно. Боже мой! О, на днём. Зачем кота будешь? Было бы тебе приятно. Если бы пока ты спала, я бы положил свои яички тебе в ротик. Я не могу, ебашечка. А после того, как проснулась и открыла рот, от шока выгнал туда свою сродельку. А? А? Наверное, все-таки было бы. Тебе было бы. Это вообще некрасиво. Мир пиздит суровая штука, а люди тем более. Не задумываясь о том, что говорят и не ценят то, что имеют. Это устоявшаяся классика в сущности бытия, и жаль, что с тобой плохо поступают те, кого ты любишь и ценишь. Я знаю, что ты очень эмоциональный человек, как тебе тяжело даются ссоры и прочее. Я верю в твою силу. В тебя, Ева. Сегодня слушал ту песню, которая тебя окрыляет? Ёлку. И вспомнил, как тебе стало плохо, и мне хотелось тебя поддержать и утешить. Да, я не человек с твоего окружения, и мало что тебя знаю, но это не мешает мне чисто по-человечески тебя любить и уважать. И хочется, чтобы ты помнила об этом в трудную минуту, что ты не одна. Почитаешь или нет, твое право. Я хотела донести тебе то, что чувствую, и это было от чистого сердца. Словесно, очень трудно утешить, когда на национальном дне находишься. Я в такие моменты завариваю чай, пишу, что чувствую, пытаюсь найти проблему, найти причину того плохого, что произошло. Я записываю на бумаге, пытаюсь осмыслить все. И это помогает. Мало кому высказаться могу и сказать, что чувствую, ведь мало кто это поймет. В тебе есть что-то необычное, и меня это зацепило. И кажется, как будто ты близка и задевает, когда тебя доводят, выбивают из равновесия. Но эти слова трудно донести в правильном управлении, чтобы не остаться непонятым. Подобное остается незамечено по разным причинам. И сейчас, Эва, я люблю тебя. Ах... 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 Субтитры создавал DimaTorzok